Хоу, привет всем! Это Марат Хаиров, РУСПАР и Анатолий Жарпарком, барыга печами и дымоходами из интернет-магазина Жарпарком. Где мы сегодня находимся, Толик? В Костромском Бондаре! Ау, смотри, какая погода! А почему мы здесь? Потому что лаборатория, в которой мы собираемся тестить печи, дымоходы, термозащиту и разные полезные банные штучки, Благодаря компании Костромского Бондаре, вон парцаны стоят, генеральный директор курит, выбросьте, пожалуйста, сигарету со строительной площадки, молодой человек. Ладно, это не генеральный директор, Костромского Бондаря. То есть вот у нас модуль, наконец, появился, соответственно, он еще прирастет, нарастет, вы не обращайте внимания, потому что это еще не все. Мы заходим вовнутрь, ну, здесь у нас будет, скажем так, столик, наверное, да, Толик? Для интервью после бани, для размещения разных приборов вот здесь. То есть приборы уже куплены, засверлим отверстие, заведем в печку, печка будет здесь установлена у нас. Где? Вот здесь. Вот здесь? Да, вот. Она будет здесь стоять, а так и мы будем там. И это, соответственно, вот объем 2,5 на 3, где-то примерно 15 кубов. То есть печи до 20 кубов мы будем испытывать именно вот здесь вот. Только мы сделали кое-что неправильное и придется нам переделать, потому что это теперь парная мы решили. Здесь используется какой-то полимерный материал на основе спущенного полиэтилена. А вот камофол зашит уже под вагонку. The best for all. Нет. У нас еще мы постараемся сделать осенние тесты, зимние, когда посмотрим, как ведет себя утепленная часть и неутепленная часть. Я думаю, что мы это вообще снимем. Вообще снимем. Оставим в этом году просто дерево. Порелки. Да. И как раз зима покажет, как же лучше утеплитель, неутеплитель, как сохнет, потому что мы будем влагомерами смотреть. То есть все-все-все-все оттестим по чесноку, как дерево себя ведет. Ну все-все-все-все, что можно сделать, это будет как раз таки так. Естественно, сделаем вентиляшку. Естественно, мы сделаем термозащиту различную на эту стенку. То есть заведем термопару сюда. У нас где-то сейчас порядка 20 датчиков. Да, где-то около 20 датчиков. И благодаря этому мы сможем картину по печам и по разным материалам как раз таки представить. Благодаря приборам будут графики, которые можно будет смотреть или в ютубе, или на сайте. То есть часть, наверное, будет так, часть так, потому что графики не подконнектить. Ну где-то так, да, Толь? Да. Вот, так что после майских праздников мы начнем монтаж всего этого дела. И в скором, в ближайшем будущем будет огненный контент на обоих каналах, причем. Что у Толика, что у меня. Подтверждаю. Толик, ты счастлив? Да. Отлично. А ты? Лаборатория Костромской Бондарь совместно с корпорацией Жарпарком и Руспарлаборатория. Мега-корпорацию Руспарлаборатория представляет на серию, рассчитанную где-то примерно на... Год. На два года. Ну, примерно на два года, да. То есть этот модуль будет убиваться. Скажи, пожалуйста, а у нас будут купленные тесты? Нам будут платить деньги производители? Я думаю, что все, что мы будем делать, все, что мы будем делать, будет платить ТМФ. Я так считаю. Термофор обычно платит. Печи, дымоходы, дерево, всякие банные штучки и отопительные печи. Все потестим. Ну, смотри, здесь шипастый какой, пар не пройдет. Но это все потестим. Все потестим. Засверлим вот так, вот как древесина нагревается. Сколько воды заходит. Ух, это будет прям огненный контент, ребята.